В годы войны Сочи стал госпитальной базой. Первые раненые стали поступать 5 августа 1941 года. Встречал их весь город. Врачи делали в день по 10 и более операций, а сочинцы собирали в лесу мох, которым набивали матрасы, мох использовали и как вату. 8 мая традиционно медицинские работники и студенты сочинского медицинского колледжа приходят к стеле подвиг во имя жизни, знак благодарности врачам и медсестрам военных лет. Мы обязаны вспомнить тех, которых уже с нами нет. Но пока мы их помним, они живы. Спасенные жизни – это вклад медицинских работников в победу. Здесь при возложении цветов и венков к стеле уже не встретишь тех, кто стоял в операционных. Совсем мало осталось и тех, кто выносил с поля боя бойцов. Идея Морозова сразу после школы прошла курсы медсестеры, была отправлена на фронт. Да, действительно, было тяжко, потому что девочки одни были. Не было мужчин у нас в санитарах, которые носили бы раненых. Мало того, чтобы носить с поля боя, но нам приходилось в операционной кровь сдавать. Я сдавала свою кровь. Без медицины не было бы победы, говорит Идея Валентиновна. Их жители Бытхи накануне Дня Победы поздравляли глава района и местные депутаты. Организовали концерт, праздничные столы для всех жителей, полевая кухня. А это боевые 100 грамм и гречневая каша. К тем ветеранам, которые уже не выходят из дома, отправились волонтеры. Еще мы передавали подарки через наших помощников. Спасибо, я хотел бы сказать огромное организаторам. Это наши ТОСы, это наши ветеранские организации. Я благодарен им. Накануне Дня Победы состоялось возложение цветов и венков в Комсомольском сквере, где установлен памятник солдату Сочинцу. На фронт из нашего города ушло 18 тысяч жителей, не вернулось 4,5. Цветы лежали и у памятника без вести пропавшим в годы войны. Сочинские врачи вернули в строй около 400 тысяч бойцов. 1900 не выжили, умерли от ран, их похоронили в завокзальном районе. 9 мая там, на мемориале воинской славы, состоялся митинг памяти. Оружейный залп, торжественные речи и возложение венков у вечного огня. Утро 9 мая традиционно начинается здесь. Собрались тысячи горожан и гостей курорта, чтобы еще раз вспомнить всех, кто принес победу ценой собственной жизни. А сразу после все отправились на площадь у Зимнего театра. Именно оттуда стартовала многотысячная колонна с ветеранами и участниками всероссийской акции «Бессмертный полк», в которой в этом году приняло участие более 60 тысяч сочинцев. Ура! Ура! Практически каждый пришел сюда, что называется по зову сердца. Великая Отечественная война стала трагедией для каждой семьи. Чувствуем огромную радость и благодарность нашим. Вот у меня на фото мои деды. Я им очень благодарна за то, что они подарили нам счастье жить в России, жить в России свободными людьми. Я думаю, что отец, который многое посвятил и службе в вооруженных силах, и службе Сочи, он бы сейчас, конечно, был вместе с нами здесь физически, к сожалению, вот только на портрете. Это портрет в 30-е годы, когда он командовал пограничным отрядом. Впервые в этом году в шествии пронесли алое полотно «Батальон Победы». Его создавали школьники из маленьких лоскутков ткани, на каждом из которых специальным маркером написано имя ветерана, блокадника или труженика тыла. Теперь это еще один символ памяти героев. Завершился вечер Дня Победы акции «Свеча памяти». В ней приняли участие около двух тысяч человек. Студенты, школьники, общественники, гости города прошли от Северного Мола к Южному. Там еще раз почтили память погибших минутой молчания. Моряки спустили траурный венок на воду в честь героев войны. А через несколько минут набережная Мортборта озарилась тысячами свечей и праздничным салютом. Гелена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Гелена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.